Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Большое спасибо. Вчера очень многие откликнулись и на мою байдарку, и на наши стихи с Еленой. Очень приятно. Спасибо большое. Так, ну новость. Офис Зеленского проверк слухи о завершении обмена заключёнными. Вот прямо так. Вроде разговоры такие, что уже всё договорились, уже даже летят, летят, всё летят. Да нет, ничего. Ранее украинские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что в Тиевском аэропорту Жуляны должен приземлиться самолёт с заключёнными, которые были переданы России в рамках обмена. Ну, не знаю. Пока нет ничего, да. Да, вот и у меня ещё тот тоже. Несмотря на сообщение об обмене заключёнными между Россией и Украиной, эта информация остаётся неподтверждённой. Не. Даже Венедиктов написал в своём телеграм-канале, что самолёт с освобождёнными заключёнными приземлиться в Киеве сегодня около пяти утра. Ну, наверное, уже было пять-пять утра в Киеве. Так что вот пока ничего нет. Это у нас вон только полчётёртого утра. Ладно, это Чикаго. Так, кандидат президента США не справился с боксёрской грушей. Это Берни Сандерс. Ну, я не могу. Стукнул по груши, а она ему ответку дала. И, короче, он чуть не упал. Ну, в общем, попытался. Я его не люблю, он социалист. Он коммунист, можно сказать, даже так. Чё-то я ещё не проснулся. Почему врачи массово уходят из больниц? Вот тут интересная причина. Знаете, какая? В региональных городах зарплата хирурга 35-40 тысяч рублей, а в административном центре 75-80 тысяч. Цифры не придумываю, их называют сами хирурги. Это статья Антона Хащенко. Ну, разница есть в два раза практически получается, да? В принципе, не может не привести вот эта разница. Рано или поздно к вымыванию специалистов из одной территории и их перетоку в другую. Что, собственно, и произошло. Да, Господи, у нас мало вообще кто остался работать в медицине нашего выпуска. Вот чё. Ну, просто мало платит. Работа адова, конечно. Ответственность какая страшная. Так, самолётик. Самолётик. В Екатеринбурге самолёт совершил вынужденную посадку. А почему, какая причина? Неизвестно. При осмотре взлётно-посадочной полосы обнаружены останки животного, происхождение перья птиц. Ну, и чё он на взлётно-посадочной-то задавил утку, что ли? В результате происшедшего никто не пострадал. Совершенно непонятно. А, кстати, вот на том самолёте там перья в птиц так и не нашли. Якобы чайки какие-то. Вот, ну, которые на кукурузной польте, да? Интересно. А здесь вот перья нашли. Личная помощница Трампа ушла в отставку. Это у нас на ЯХА тоже, кстати, это новость. Мадлен Вестерхаут. Она недолго там проработала. Короче, якобы она рассказывала про Трампа. Ну, какие-то сведения для печати деталей личной жизни Трампа. В Белом доме посчитали это последней каплей. Вот так. А в марте очередной директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку. Всех разгоняет. Никому не нравится работать с Трампом. И ему тоже никто не нравится. Дальше новость вообще непонятная. Опять про турецкий бассейн. Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне. Ну, это как так? Я не понимаю. Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне Турции. Как рассказала мать 19-летней девушки, она не сразу поняла, что дочери стало плохо. Однако пострадавшую вытащили из бассейна уже без сознания. Студентка продолжает находиться в состоянии кома, однако уже в российской реанимации. Ну, перевезли её, видимо, да? Да, интересно. Просто уже вот, просто в турецкий бассейн нельзя, это самое, опускаться, как говорится, да? Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Ну, вашим депутатам, российским, это не грозит. Да, они намерены, депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции, в которой сказано, что они неприкосновенны. Всё, они будут прикосновенны. Понятно, да? Дональд Трамп отменил визит в Польшу. О, якобы из-за урагана Дориан. А какое отношение Трамп имеет к урагану Дориан? Что, без него не справиться? Просто друг Вова туда не поехал, друга Вова туда не пригласили. Вот и Трамп тоже не поехал. Да, он хотел с ним поболтать, там перекинуться. Парой слов. Предполагалось, что президент США посетит страну 1-2 сентября, в том числе, примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Ну, Россию-то не пригласили, нечего делать хулиганам. Вот, а Дональд Трамп тоже не поедет. Видите, какой он солидарный с Путиным, а? Придумал насчет урагана. Максим Миронов, если ввести серьезные санкции, страна может опуститься на уровень социальной катастрофы. Ребят, я об этом вам толдычу уже сколько времени. Что вот эти санкции, да, их стараются вводить осторожненько, просто дергать их за одно место. Всех вот этих путинское окружение. Потому что, если в России все рухнет, мало всем не покажется. Страна с ядерной бомбой. Поймите вы, вот это такое дело, да? Вот смотрите, вот вопрос Ольга Журавлева, это наихи Москвы. Зачем тогда все эти взрослые дяденьки запугивают Россию? Вот что мы сейчас санкции введем, вы у нас попляшете. Они просто дурака валяют? Нет, просто следующие санкции, если их ввести, то действительно будет плохо. Если ввести ограничения на торговлю нефтью, как по примеру Ирана, тогда они, правда, попляшут. Но тогда могут быть неконтролируемые социальные последствия. И ни в Европе, ни в Америке, ни Европе, ни Америке не нужна страна с населением 140 миллионов, которая опустилась в хаос. Потому что единственное, что мы умеем хорошо, это продавать нефть, газ, немножко лес. И все. На эти деньги живем последние даже не 10-20, а лет 40. Так оно и есть. Если ввести серьезные санкции, то страна может опуститься на уровень социальной катастрофы. И никто не хочет иметь Россию с ядерным оружием, в которой бардак. Именно поэтому Путин все это спускается. И скорее некоторые точечные санкции, чтобы сделать жизнь его друзей менее приятной. Тот же Тимченко жаловался, что не может лететь спокойно. Ротенберг и так далее. Чтобы просто вот они как-то повлияли на Путина, чтобы он не совсем уж там чудил на мировой площадке. Но все это адресные санкции против олигархов и их чиновников. Они масштабные, чтобы нам сделать совсем уж плохо. Совершенно верно. Максим Иронов умница. Умница. Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября. Ну, так а что, конечно. Устали все. Ой, как устали. Четырёх дневка и до октября. Американцы уже учатся, кстати. Они с середины где-то августа начали учиться. В школьные автобусы ездят. Всё. А Россия отдыхает. Россия расслабилась. Очередная попытка Ирана запустить в космос ракету окончилась неудачно. Ракета со спутником Нахит-1 не смогла даже оторваться от земли. Взорвалась на стартовой площадке космического центра имени Имама Хамени. Вот так вот. Иран уже пытался запустить свой спутник. В январе-феврале тоже неудачно. Не получается, что. Полиция предосерегла от участия акции в Яме на Хохловской площади. Опять что-то сегодня. 30 августа сегодня собрались что-то там. Культурное мероприятие. Власти не согласовали. Дважды продавшая Путину мороженое, девушка растворилась вместе с лотком. О как! Решили посмотреть, а где она там, эта девушка. На следующий день, на том самом месте, где Ираган и Путин купили по вафельному рожку, витрины с мороженым не оказалось. Ну просто нет ничего и всё. В холодильнике стоят, продавщицы в стандартной голубой форме работают. А вот таких лотков, как на видео с мероприятия, да ещё с кассиршей блондинкой в синей форме, нет нигде. Спросили, кто тут мороженое Путину продал. Никто не знает. Ну и... Поспрашивайте. Остается анализировать имеющиеся данные. Например, взять марку мороженого. В местных лотках стаканчики, которые купили Путин и Эрдоган, не продаются. Везде другая марка. Ради визита глав государств вчера часть выставочной экспозиции была отцеплена. Всех посторонних вытеснили из-за отцепления полиции. Это подтверждает продавщицы. Самих президентов сопровождало, по меньшей мере, 50-70 человек охраны из ФСО. И вдруг в этой святая святых безопасности появляется лоток с мороженым, а потом бесследно исчезает. Ну, вам всё понятно, да? Вот она. Полковник ФСБ. Это женщина. Робот Фёдор испытал проблему с управлением кистью левой руки. Уже не пашет. Уже не пашет. Ещё не работал, но уже не пашет. Да, вот сообщают где-то. Правда, РУ. Так. США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске. Вот интересно. Смотрите. Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошёл во время подъёма со дна океана ядерной ракеты. Об этом сообщает CNBS со ссылкой на отчёт американской разведки. Это была миссия по подъёму новой ракеты, потерянной во время прошлых испытаний. Во как, ребята. Ну и вот, да, там утечка колоссальная была. Понятно, да? Ага. У меня всё. И теперь Антон Пирс-25 на реке Гудзон, Нью-Йорк, 2019 год. До свидания. Всего хорошего. Ещё раз большое спасибо, что комментируете. И до будущих приятных встреч. Доктор Влад, с вами пока. Всем доброго времени суток. С вами дежурный по Нью-Йорку Антон. И мы с вами находимся недалеко от Пирса номер 25 в городе Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки. А приближаясь к нему, я вам буду показывать то, что нам попадётся по дороге. И, как всегда, очередная спортивная площадка. И мальчишки играют в баскетбол. Все места отдыха в городе Нью-Йорк обязательно оборудованы поилками. А это специализированная площадка для катания на скейтборде. Вот мальчишки совершенствуют своё мастерство. А это огороженная детская площадка, оборудованная всем необходимым для детских игр. И, кстати, на этих площадках всегда большое количество детей. Ну, а мы с вами идём дальше непосредственно уже по самому Пирсу номер 25. А начали мы свою прогулку вот около этих красных домов на том берегу. А вот это самое высокое здание со шпилем – это международный торговый центр. Детские площадки так и тянутся по всему Пирсу одна за другой. А дальше уже расположены площадки для взрослых. Вот смотрите – волейбольная сетка, песчаное покрытие, пляжный волейбол в действии. По количеству сеток можно понять, сколько команд могут принимать участие в игре одновременно. А дальше – огромная зелёная лужайка для отдыха. И там видно какие-то игрушки тоже для детей. А со стороны воды, вы видите, находится кораблик-ресторанчик. А здесь можно просто посидеть, расслабиться и придаться релаксу на пластиковом кресле. Также можно полюбоваться на вид штата Нью-Джерси, который находится на том побережье. Тут же находятся вот такие штучки, которые выполняют роль подзорной трубы. То есть в неё можно посмотреть и увидеть приближённое то, что есть впереди. Одна – это труба повыше для взрослых, а одна – пониже – это для детей. А вид Манхэттена уж всегда шикарен. И на этом всё. Спасибо за внимание. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А те, кто подписались, не уходите далеко и надолго. Потому что наше путешествие продолжается. Спасибо.